Внимание, данный проект получился очень большим по продолжительности, поэтому выходит частями. На ваших экранах финальная часть, ссылочки на прошлой часть вы найдете внизу в описании, либо справа вверху в подсказках. Я не стал разбивать эту часть на две подчасти, а выпустил сразу одну большую финальную часть, где все и решится. Так что досмотри этот выпуск до конца, поставь лайк и оставь свой комментарий. Напоминаю, 2000 лайков, новая перестройка. В общем, приятного вам просмотра. И вот стартует этот сезон, а точнее эта часть, с предсезонного турнира. Выбираем, как всегда, по традиции самый дорогой, смотрим на наш трансферный бюджет. В этот раз трансферный бюджет составляет 582 миллиона. Да, большие деньги, большие деньги для столь интересного клуба. Друзья, у моих партнеров в Абет новый бонус, теперь он стал двойным. Каждый получает ставку без риска и может получить до 100% депозиту. Такого еще не было. Ставку без риска не нужно будет отыгрывать, а бонус депозиту можно будет вывести сразу после получения. Узнать детали можешь в разделе акций по ссылке в закрепленном комментарии. Да и задачи в этом году примерно те же, что и в прошлом. Также нужно выиграть Кубок Лиги Чемпионов, также нужно выиграть чемпионат и выиграть Кубок Ранцы. В развитии молодежи нужно прокачать молодых игроков, ну и задействовать их в 30% игр следующего сезона. В популярности марки мы уже достигли одной цели, второй пока достигнуть не можем. Просто ни один из игроков не хочет к нам переходить. Вот и все. В финансах все сложно. До сих пор не смогли достичь прибыли в размере 3 миллионов от продажи игроков за 2 сезона. Просто мы никого в принципе не продаем, оставляем всех игроков у себя, да и просто развиваем молодежь в этом сезоне. Домашний международный успех дублируется из основных задач. А теперь взгляните на наш состав и знайте, что меня удивляет в этом составе. То, что сейчас Баппе уже рейтингом 99. Мы прокачали максимально, возможно, Баппе. Рейтинга 100 уже не будет. Я даже и представить не мог, что Баппе сможет прокачаться до рейтинга 99. Неожиданный для меня поворот. А как для вас? Пишите в комментариях. Баппе прибавляет, также прибавляют остальные игроки. Ну и молодежь подрастает. В этом сезоне мы опять же делаем акцент на прокачке молодежи. Будем некоторых игроков отсылать в аренду, кого-то будем у себя оставлять и прокачивать. В общем, этот сезон очень важен для нашей команды. Симулируем предсезонный турнир и попадаем в полуфинале предсезонного турнира на Ливерпуль. Но перед тем, как мы приступим к этому полуфиналу, друзья, здесь нужно отклонить предложения Реал Мадрида и послать их куда подальше. Симулируем полуфинал предсезонного турнира и выигрываем с отсчетом 2-0. Не продаем у помикану. И, как оказалось, в финале предсезонного турнира мы встретимся с Атлетиком Мадрид. Кстати, мы проигрываем этот финал и проигрываем его по пенальти. Но впереди у нас еще один финал. Финал Суперкубки Франции. Передадим полуфиналом. Мы отдадим лишних игроков в аренды. Точнее, попытаемся договориться. Ну и, конечно же, не будем обменивать Диди, потому что это игрок нашей основы. И он не продается. Напомню то, что, друзья, нам нужно в этой финальной части просто взять и сыграть в финале ЛЦ молодежным составом. Который пока что еще, конечно, не дорос до финала ЛЦ, но за эту часть, за этот выпуск, я думаю, что как раз дорастет. А как именно дорастет, все в скором времени узнаете. Так что не перематывайте до конца, а просто смотрите выпуск. Потому что много всего упустите интересного. А сейчас мы стимулируем финал Суперкубка Франции, где побеждаем с счетом 1-0. Также продлеваем контракты игрокам. Тут придется очень много контрактов продлить. И это займет у меня достаточно много времени. Отдаем в аренду Павленко. Я думаю, что он там неплохо прибывает в новом для себя клубе. Также Симонса отдаем в аренду. Симонс уйдет у нас в аренду в Парму. Еще у нас тут один интересный игрок появился в составе под фамилией Притула. Молодой украинец на позицию ФРВ с очень неплохими статами. И я думаю, что, друзья, он как раз у нас хорошенько впишется в молодежный состав. А пока продолжаем давать игроков в аренду. Тут и Кравченко уйдет. Лично я попытаюсь его куда-нибудь взбадрить, чтобы он хотя бы получал игровую практику. Ведь без игровой практики прокачиваться крайне сложно. То есть, все время приходится игрокам давать практику игровую, будто в своем составе, либо в составе другого клуба, лишь бы, лишь бы, друзья, не прокачивались. Потому что без прокачки не будет и финала ЛЧ молодежным составом. Ну, либо будет нам очень сложно играть в этом финале. Так что приходится отдавать тут игроков по арендам. И, друзья, главное, чтобы никто не захотел их выкупить. Потому что эти игроки крайне важны для меня и для нашей перестройки. Так что отдаем, отдаем игроков в аренду. И постепенно, друзья, смотрим на их развитие. А сейчас остается ровно час до консанта трансферного окна. И главные сделки уже на ваших экранах. Отмечу то, что Икарди ушел в Реал Мадрид. Лукако ушел в Баварию с Реал Мадрида. А еще, в принципе, Ферпо ушел. Это который Джуниор. Ну и остальные трансферы не настолько интересны, на самом деле, как казалось мне до этого. Ну, а наши трансферы вот на ваших экранах. В основном мы отдали игроков в аренду. И я думаю, что эти парни должны прибавить. Ну и в нашем составе появился Притула. И прибыль наша составляет 122 миллиона евро. Отлично. Заканчиваем трансферное окно. И приступаем к новой половине сезона. Ну и перед тем, как мы приступим к новой половине сезона, мы, конечно же, друзья, подпишем игроков-молодежку. И также взглянем на группу Волче. Где мы, кстати, попадаем на Арсенал, Ювентус и Спартак. Я думаю, что мы спокойно выйдем из этой группы с первой строчки. Отдаем в аренду Каваля. И смотрим на задачу, которую мы так и не смогли выполнить. Так и не купили никого из лучших игроков мира. Но не получается этого сделать. Реально, ну никто не идет в наш состав. Вот вообще. Отдаем Гуи Джона в аренду. Кстати, мы можем, если что, его отозвать в следующем сезоне уже. Ну и появляется суперкрутой игрок из России, Данислав Петраков, которого можно уже подписать в основной состав и гордиться им. Что мы, в принципе, и сделаем. Надеюсь, он реально будет прокачиваться и выйдет когда-нибудь в основе. Травмируется у нас тут Мбаппе, вылетает на 4 недели. И проходит половина сезона. После первой половины сезона наши игроки, которые находились в аренде, существенно прибавили. Павленко так плюс 7 к рейтингу сделал. Прикиньте. Вот что значит игровая практика. Ну и также мы тут не продавали игроков. Марченко в итоге тоже не продавали. Марченко не хотят в аренду брать, его хотят уже покупать. И это плохо для нас и для нашего состава. Поэтому мы никого не собираемся продавать. Вот вообще никак. В основном мы, конечно, отдаем всех в аренду. Также в молодежном составе появляются новые люди, которых я подписываю и жду от них развития. Ну и ситуация в таблице, кстати. После 23 туров следующее. Мы идем на первой строчке, имея в активе 62 очка. И в принципе, я думаю, что чемпионство опять в этом году будет за нами. Продолжаем смотреть, как прокачиваются наши молодые игроки. Причем многие из них реально в аренде прям существенно прибавляют. Ну и это все благодаря, конечно же, игровой практике. Куда без нее. А ситуация в Лиге Чемпионов сейчас следующая. Мы вышли с первой строчки со своей группы. Сыграли 6 игр. Заработали 14 очков. Все классно. Не проиграли ни одной игры. К слову, со Спартаком сыграли в ничью. Прикиньте. И в 1-8 финал мы попали на Наполе. Ну а остальные пары 1-8 вы можете наблюдать сейчас на своем экране. Я продолжаю искать молодых игроков, поэтому сразу трех скаутов отправил по разным точкам. Кого-то мы отправили в Бельгию, кого-то отправили в Францию, а кого-то отправили в Польшу. Конечно же, украинец у нас в Польшу полетел. Проходим мы тут Наполе в 1-8 финала. И попадаем, друзья, в четвертьфинале на Реал Мадрид. И перед этим матчем я захотел собственноручно принять участие в подписании игроков в молодежный состав. И нескольких игроков я даже к себе в состав присмотрел. Надеюсь, они будут развиваться и когда-нибудь сыграют в основе. Отдаем бразильца Александру в аренду. Тарасюка отдаем в аренду. И, друзья, в четвертьфинале мы проходим Реал Мадрид с общим счетом 3-2. Это была тяжелейшая заруба, но в полуфинале будет еще сложнее. Ведь в полуфинале впереди Интер. Но Интер мы все равно проходим, благодаря тому, что забили больше на чужом поле. А в финале Лиги Чемпионов мы попадаем на Манчестер Сити. И смотрим на очередного молодого игрока, который имеет просто бомбический потенциал. А сейчас остаются 3 матча, 3 последних матча этого сезона. В этот раз я не буду играть сам в финал Лиги Чемпионов. Я просто, друзья, буду тренером. Да. Но перед этим матчем мы, конечно же, сыграем последний матч чемпионата. И сыграем его вторым составом. Изменили слегка второй состав. И сейчас можно выходить и разрывать. Разорвать не получилось, сыграли в ничью. Но это тоже хороший результат, на мой взгляд. Это тоже, друзья, достижение. А впереди важный финал для нашего состава. Финал Лиги Чемпионов. И на этот финал я не буду выпускать второй состав. Я выпущу основной. Будут они биться, будут они сражаться. И сейчас очень важно для нас взять этот финал. К слову, это вторая победа будет в финале ЛЧ. Если, конечно, будет. Что, в принципе, уже достижение. Так что нужно выходить сейчас основой и нужно выходить разрывать. К сожалению, в этой встрече не примет участие Верати, а примет участие Дракслер. Ну и так тоже, в принципе, сойдет. Ну и я думаю, что и Дракслер должен себя хорошо показать. ПСЖ Манчестер Сити. Очень важный финал для нашего состава. В прошлом году не удалось взять Кубок Лиги Чемпионов. Зато взяли в позапрошлом. Надеюсь, что и в этом у нас все получится. Ну, палки в колеса на 31-й минуте нам вставил Дебрюйны, когда забил свой классный мяч. И так и закончилась первая половина со счетом 1-0. Ничего мы в разумительном создать и не смогли. Зато во второй половине взяли БК за рога. И уже на 65-й минуте Куба делает счет на табло равным 1-1. Идет 74-я минута встречи. Рубен Невиш проходит по центру и красиво, друзья, замыкает передачу. Вроде бы от Неймара. И счет на табло становится 2-1. Идет 83-я минута встречи. Я уже собираюсь праздновать победу, но не тут-то было. На 86-й минуте Милинкович Савич делает счет на табло 2-2. И нас ждет дополнительное время. Дополнительное время ни к чему не привело. И в итоге мы будем играть сейчас серию пенальти. Серия пенальти получилась очень напряженной. Например, Неймар не смог забить сначала. Потом, в принципе, Навас хорошо затащил. Да и было вообще очень много, друзья, интересных моментов. И спасибо Навасу, который реально выручал раз за разом. Если бы не он, я бы не знаю, что было. Но в любом случае затащили не только игроки атаки, но и вратарь, который в итоге приносит нам победу в финале Лиги Чемпионов. Эта победа полностью принадлежит Навасу. Спасибо ему большое за такой отличный матч. В итоге мы становимся обладателями Кубка Лиги Чемпионов. И остается лишь только последний финал. Последний финал Кубки Франции. И этот финал мы проведем на быстрой симуляции. И лишь только на 110-й минуте Куба приносит нам третий трофей в этом сезоне. Требл взят. Взят красиво. Взят добротно. И ни в одном из матчей я не принял участие сам. Собственно, рочно. Везде я был настоящим тренером. Да, там в некоторых матчах, например, в финале Лиги Чемпионов, мне пришлось действительно ставить атакующую схему во второй половине. Вот она и затащила. Как вы поняли, в чемпионате мы взяли первую строчку. После 38 игр у нас в активе 97 очков. Обогнали ближайшего преследователя Леон на 15 очков. Очень круто провели сезон. Прям образцово-показательно. Неймар стал лучшим бомбардиром Лиги 1. По голевым пасам он тоже лидирует. А по сухим матчам лидирует Навас. Это все, что касается чемпионата. Кубки из Франции. Здесь в топе бомбардиров Берна. Удивительно. По голевым пасам Демария. По сухим матчам Навас. В Лиге Чемпионов другая ситуация. По сухим матчам лидирует Эдерсон. В топе бомбардиров Мартинес. И по голевым пасам Стерлинг. К сожалению, наши игроки не вошли в топ. Ну, единственное, что Неймар по голевым пасам ушел в топ-3. И все. В Лиге Европы, кстати, победу одержала Бенфика. То есть, именно Бенфика стала обладателем Кубка Лиги Европы. Ну, а сейчас мы посмотрим на то, как прокачались наши игроки молодые. В принципе, очень интересно все происходило в этом сезоне. Многие игроки реально круто прибавили. И очень прикольно то, что когда ты отдаешь игроков в аренду, они действительно там играют, действительно прибавляют, действительно качаются. И ты видишь результаты. Так что, мой вам совет, если у вас есть молодые игроки, отдавайте их в аренду. Там они будут развиваться. Ведь игрокам нужна, по сути, игровая практика. Все легко и просто. Ну, а статистика наших игроков следующая. В общем, самым топовым футболистом нашего состава является Неймар. В его активе 40 мячей, 18 иглевых передач. Он является топовым игроком нашего состава. Лучшим игроком нашего состава. К сожалению, Баппе не показал каких-то выдающихся результатов. Просто был в этом сезоне, ну, не так хорош, как хотелось бы. И после всего сезона наша прибыль составляет 405 миллионов. Этот сезон был очень удачным. Был просто потрясающим. Мы нашли крутых молодых игроков. Мы прокачали очень много, очень много футболистов. И сейчас, друзья, мы приступаем к новому сезону. Прямо в этой же части. То есть, в этой части все решится. В этой части вы увидите результат нашей перестройки. Наконец-то. А какой результат будет, положительный или нет, все узнаете в концовке. А сейчас стартует новый сезон. По традиции выбираем предсезонный турнир. Также смотрим на наши задачи. Там ничего не изменилось. Все как было, так и осталось. Так что смысла акцентировать внимание на этом я не вижу. Бюджет наш трансферный только растет. Сейчас 606 миллионов у нас в бюджете. Интересно, можно ли дойти до миллиарда? Честно, я не знаю. И молодежный состав выглядит сейчас следующим образом. После того, как игроки съездили в аренду, состав существенно преобразился. Все видите сами. Павленко теперь рейтингом 78. Коваль 77. И наш вратарь Бертьер, либо Бертье, рейтингом 79. Это все, что касается топу футболистов, которые реально хорошенько прибавили. Ну а первый состав, который у нас основной, друзья, тоже прокачался значительно. Маркини с рейтингом 97 стал. Невиш 97. Диди 96. Просто великолепно. Снова у нас тут стартует суперкубок Франции, где мы, друзья, выигрываем со счетом 3-2. И за это получаем Баблинское. Не продаем Бернато, да и не обмениваем его. Пытаюсь я, конечно, сохранить костяк команды, что, в принципе, у меня вроде бы получается. Но впереди нас ждет суперкубок UEFA. Перед этим суперкубком я продаю Реоля. 31 год этому футболисту, он нам не нужен, в принципе, там есть молодой Бертье. Приступаем к финалу суперкубка UEFA. И, к моему удивлению, мы проигрываем этот финал со счетом 2-1. Честно, я даже и не думал, что такое возможно, но мы проиграли. Ладно, друзья, это не настолько уж значительный турнир. Впереди нас ждет, в любом случае, интереснейший сезон. И приходит просто бомбическое предложение по Nevisho. 297 миллионов предлагает Манчестер Сити. Это как вообще понимать? Что за космические бабки по Nevisho пришли? Вы помните, я его подписывал, по-моему, за 60 миллионов, а теперь он стоит 297. Поэтому я вам и говорил в начале этой перестройки, что нужно подписывать этого футболиста. С самого начала. И, как вы видите, он полностью оправдал свои вложения. 297 миллионов стоит. Охренеть. Ну и продавать я его не буду за такую сумму. Вообще ни за какую сумму не продам. Этот игрок мне нужен. Тем более, что я не найду игрока на его позицию. Ни один из футболистов не хочет переходить в наш клуб. Это просто какой-то бич этой карьеры, что ли. Если в твой чемпионат слаб, то и в твою команду никто не хочет переходить. Что за бред? Даже за большие деньги никто не хочет переходить. Хотя, возможно, это не бред. Может быть, это действительно так в реальной жизни. Не знаю. Свое мнение, кстати, можете оставлять в комментариях. А у нас остается ровно час до конца трансферного окна. И главная сделка, наверное, это переход Марсиаля в Барселону. Офигеть. Теперь Барселона имеет классного нападающего. Но остальные сделочки вот они на ваших экранах. Что можно сказать? Да ничего. Дест ушел в Баварию. Интересно. Ну а мы продали Ареаля. В этом сезоне я никого не отдавал в аренду. И так как считал это бесполезным занятием. Я просто в этом сезоне сам играл в чемпионате много. Поэтому игроки у меня получали игровую практику. Ну и прокачивались за счет того, что выходили и играли. Также мы не забывали подписывать молодых игроков. Ну и узнали своих соперников в групповом этапе Лиги Чемпионов. Кстати, в соперниках у нас Ювентус, А5, Галатасарай и ЦСКА. Здесь изи выход в плей-офф. Прям изи. И проходит половина сезона. 2025 год на дворе. Январь. И ситуация в таблице сейчас следующая. После 19 туров мы идем на первой строчке, имея в акте 55 очков. Ни одной игры мы не проиграли. К слову, очень много играл наш второй состав. И, друзья, самый большой косяк, наверное, этой перестройки. То, что игроки быстро теряют тонус. Молодые игроки очень быстро теряют тонус. Возможно, это какой-то баг. Возможно, фича. Не знаю. Как узнаю, сразу вам об этом напишу. Либо скажу в следующей перестройке. Ну а ситуация в Лиге Чемпионов следующая. Как я и говорил, группа для нас оказалась легкой. Мы вышли с первой строчки. Но единственное, что бодали с Ювентусом. И чисто по разнице мячей мы обыграли этот клуб. В 1-8 финала мы попали на Арсенал. А остальные пары видите сами на своих экранах. Также я захотел сменить позицию молодому и перспективному игроку. Опорников у меня и так много, но нет запасных центральных защитников. Поэтому Леблан у нас будет играть на позиции центрального защитника. Будет учиться играть на этой позиции. И сейчас пришло время, к слову, отозвать некоторых игроков из аренды. Так как у меня нет футболиста на ЦАП. Это касается именно второго состава. И Гои Джуна. Так как у меня нет футболиста на правый фланг полузащиты. Хотя он у меня будет играть правого фланга в атакующего. Да, есть Куба, но нет сменщика. И этим сменщиком как раз и стал Гои Джун. Тем самым мы вернули всех своих игроков из аренды. Почти всех. Вернули, конечно, самых важных и самых нужных. Для того, чтобы уже в этом сезоне, друзья, побороться за финал Лиги Чемпионов. Побороться, точнее, за трофей Лиги Чемпионов вторым составом. Вот такой вот твист. А у нас остается ровно час до конца трансферного окна. И Родриго теперь будет играть за Манчестер Сити. Манчестер Сити усиляется. Да, будет крайне тяжело пройти их. И надеюсь, мы не попадем на Манчестер Сити где-нибудь в полуфинале или в четвертьфинале. Иначе нас ждет новый сезон. Но у нас, в принципе, ничего не поменялось. Мы как и продали Риоля, так он и висит у нас в продажах. Вот и все. Больше никого мы не отдавали в аренду и не продавали. Заканчиваем трансферное окно. И нас ждет сейчас интереснейший этап нашей перестройки. Но перед этим этапом мы подпустим неперспективных парней, которые не оправдали ожиданий. И подпишем, наоборот, перспективных. А в Лиге Чемпионов 1-8 финала мы проходим Арсенал. Попадаем в четвертьфинале на Ювентус, где спокойно мы проходим с общим счетом 4-3. Таким образом мы доползли до полуфинала, где в полуфинале встретимся с Атлетиком Мадрид. Но перед этой встречей я сменю, наконец-то, позицию Леблану. Теперь, друзья, он у нас ЦЗ. Полуфинал был крайне тяжелым, но мы смогли по итогу пройти в финал. И остаются ровно три матча до конца этой перестройки. В финале Лиги Чемпионов мы, конечно же, встретимся с Манчестер Сити. Я другого и не ожидал, хотя хотел бы видеть соперник Реал Мадрид, но увы. А в чемпионате, друзья, у нас остается один матч против Страсбурга. После 37 туров мы имеем в активе 96 очков, и этот матч, по сути, ничего не решает. Приходит плохая новость. Увы, наш перспективнейший аргентинский фланговый атакующий, левый фланговый атакующий, не примет участие в финале Лиги Чемпионов. Он травмировался на два месяца, то есть как раз он не примет участие в финале Лиги Чемпионов, в финале Кубка Франции и в последнем матче чемпионата. Вот же капец. Но зато свой шанс получает Петраков. Тот самый парнишка, которого мы подписали буквально сезон назад. И благодаря тому, что часто его встали в состав и его потенциалу, он прокачался до рейтинга 77. Ну что ж, выходит второй состав играет против Старасбурга и побеждает в этом матче со счетом 2-0. А впереди нас ждет финал Лиги Чемпионов. Будет тяжело. Ну что ж, друзья, впереди у нас последний матч этой перестройки. Да, я все-таки решился выпустить молодежь на финал Лиги Чемпионов. Сможет ли эта молодежь затащить? Или все-таки мы провалимся с треском? Узнаете уже в скором времени. И, кстати, я переигрывать в финал не буду. То есть, если мы проигрываем этот финал, то в любом случае перестройка окончена. Проигрываем. Но я сделал все, что мог. Я построил молодежь. У ПСЖ есть будущее. Я уверен, что эти ребята бы еще через сезон 2-3 точно были бы уже рейтингом 80. 85 как минимум. Например, тоже Павленко уже рейтингом 80. Да, и Коваль тоже. В общем, о чем я? Я все о том, что, в принципе, друзья, сейчас последний матч перестройки за ПСЖ. И этот матч я, конечно же, буду играть сам. Эта часть вышла большой. Вроде как. Потому что тут аж 2 сезона. И давайте, друзья, приступим к следующей игре. Но для начала я, конечно же, подставлю в запас двух игроков, которые заканчивают карьеру. Хотя, наверное... Ладно, одного оставим в Навос. И, наверное, капитанскую повязку я сейчас дам нашему галкиперу. Чтобы Навос, когда вышел, вышел уже с капитанской повязкой. Ну и, конечно же, друзья, это молодежный состав. Поэтому Куба, может быть, выйдет уже во второй половине. У Помикану выйдет во второй половине. Хоть ему и 26 лет. Но я считаю его все-таки молодым игроком, который рос все это время и уже готов к основе. И готов разрывать. Сильно меня раздосадовал вот этот игрок. Прям совсем. 23 года, рейтинг 79. Я ожидал все-таки большего от этого парня. А получил хрень какую-то. И да, ребята не успели, кстати, набрать тонуса. Блин, надо было раньше их ставить на этот тонус. Ну, 10 всего тонус. И, возможно, они будут играть как какашки. Но посмотрим. Вратарь, по крайней мере, кстати, набрал тонус. Вратарь молодец. В общем, в любом случае, друзья, приступаем к следующему матчу. Несмотря ни на что, выходим играть вторым составом. Финал Лиги Чемпионов. И давайте покажем, где раки зимуют. Будем играть вторым составом. Вперед выходить на поле. Финал Лиги Чемпионов. Манчестер Сити ПСЖ. Как я долго шел к этому финалу. Как я долго развивал своих молодых игроков. И как я долго подбирал этот состав. И сейчас, друзья, мы, наконец-то, сыграем этим составом. Очень тяжело шли. Прям крайне тяжело шли по сетке плей-офф. Но и тут, кстати, Реал Мадрид тяжело шел. И Манчестер Сити там как раз выбило Реал Мадрид. Ну и, друзья, сейчас звучит Гимн Лиги Чемпионов. А мы познакомимся со составом Манчестер Сити буквально через несколько секунд. Ну и вот на ваших экранах состав Манчестер Сити. Что можно отметить? В составе у них есть Эктор Беллерин. Также отмечу то, что Родриго перешел в Манчестер Сити совсем недавно. По-моему, в этом даже сезоне. Ну и в остальном состав очень даже неплох. Так что выходим играть на поле. Давайте посмотрим, как наш состав сможет справиться с составом Манчестер Сити. Кстати, напомню, победа это прям самый высокий результат этой перестройки. Это значит оценка 5. В случае поражения это оценка, ребята, четверка. Четверка с таким минусом. Ну и тройка была бы у меня, если бы я просто, друзья, выиграл ЛЧ за ПСЖ. И бросил бы все. То есть даже не брал Требла и всего остального. И сейчас, друзья, выходит второй состав. Состав, собранный полностью из молодых игроков. И выходит он, что потащить. Забыл сказать то, что у меня в составе половина украинцев. Так получилось то, что больше всего перспективных игроков оказалось из Украины. И лишь только один русский. В составе в основном находится. И то он туда случайно попал, потому что наш аргентинец, перспективный аргентинец, травмировался. Ох, отличная передача получилась. Колливат. Колливат с мячом. Ну что за удар? Да. Походу, никто в моем составе бить нормально не умеет. Ну и первая половина закончена. Счет на табло 0-0. Тяжелая, напряженная игра получается. И пока держимся. Откровенно говоря, держимся. Даже был момент у нас. Но удар просто не получился. Ну и давайте выпустим, пожалуй, на правый фланг Куба. Ну не вывозит. Гуи Джун не вывозит. Всего 19 лет, конечно, Гуи Джуну. Мне кажется, он еще прибавит. Если ставить его в состав часто, но еще сезончика 2. И он точно будет же рейтингом 80 с чем-то. А сейчас приступаем ко второй половине. Выпустили мы Куба. Куба тоже можно считать молодым игроком. Просто мы его взяли, друзья, из Риал Мадрида. Он не является нашим воспитанником, но является молодым игроком. Мы составили молодежку из, по сути, из своих игроков, из воспитанников. И игроков других клубов. Перспективных игроков других клубов. Ох, Куба. Нифига себе, как Куба сыграл. Против Белерина играет тут Куба. Куба. Мяч под левый. Удар Куба. Ух, да, не получилось. Лефорт. Отлично, тут перехватил. И вот Куба. Куба. Ого, ого, вот эта передача. И Куба, увы, не смог пробить нормально. Да, тяжелая игра получается. Для одной команды, а для второй. Ну, не получается. В атаке не клеится у нас, к сожалению. Ой-ой-ой, здесь, кстати, неплохо. Петраков хостинговал. Куба. Отличная передача Лефорта. Подача в центр. Что-то совсем ужасно. Все. Удар. Здесь великолепно просто справляется наш молодой галкипер. Бертьер. Ну, блин, реально классно затащил. Посмотрите. Да, красавчик. Слоу, скоро Наваса надо выпускать. Скоро нужно будет выпускать Наваса. Но сейчас не об этом. Все-таки пропускаем. Пропускаем. И, друзья, давайте, ладно, выпущу Наваса. Дадим хотя бы старичку нормально уйти. Он уже уходит в ранге чемпиона. Он уже выиграл, в принципе, кубок Лиги Чемпионов. Ну, и здесь просто, друзья, ошибка. Ошибка наших игроков. И Милинкович Савич забивает. Выходит. Выходит Навас. Отличный момент у Притулы. Эдерсон затащил. Да что такое-то, а? Куба. Куба делает ускорение. Куба. Куба. 81-ая минута. Счет 1-1. Куба сравнивает счет в этой встрече. Да. Красавчик. Японский Леонель Месси. Больше никак его не назову. Здесь просто на ускорении смог пройти на фланг и пробил. Точнехонько. В дальний угол. Казалось бы, атака уже захлебнулась. Увели его на край бровки. Но тут же он, друзья, смог пробить. Причем пробить очень точно. И счет надо было 1-1. Скоропадского. Скоропадский. Бьет отсюда Скоропадский. Ну, это такой себе удар. По-моему, даже выше улетал. Колливод устал. Давайте Симмонса выпустим. Да, Симмонс тоже не является нашим воспитанником. Но в любом случае, он молодой игрок. Так. Что происходит? Коваль получает желтую карточку. Хм, интересно. Кстати, почему он у нас капитан? Я же выпустил Наусы. И по сути, капитанская повязка была у нашего вратаря. Ну и, друзья, будет дополнительное время. Вот это да. Никогда бы не подумал, что будем играть дополнительное время вторым столом. Я вот, честно, думал, что мы проиграем все-таки это противостояние. Но сейчас понимаю, что есть шанс даже победить. Есть шанс победить. И очень надеюсь, что молодежка справится со своими нервами и не будет косячить. По крайней мере. Ну вот, Манчестер Сити не справляется со своими нервами. Иногда косячат. И чувствуется, что вот, нервничает. Посмотрите. Просто выбивает. Ой, какой прессинг. И Павленко здесь оказался на удобной позиции. Посмотрите, какой удар у Симонса получается. Вот это да. Симонс, кстати, потрясающе пробил. Отличный удар. В девятку. Но здесь Эдерсон затащил. Давайте на Павленко подадим. Павленко мощный. Павленко сильный. Но, увы, не получилось ничего. Лефорт. Ух. Что, с ударами все хорошо стало? Блин, ну Лефорт молодец. Прям отлично пробил. Еще раз попробую на Павленко подать. Опять не получается подачи на Павленко. Да что это такое? Ой, как тонко. Ой, как хорошо Петраков. Эдерсон. Надо было, наверное, отпустить мяч на землю. И не бить головой. И заканчивается первая 15 минутка. Счет надо было 1-1. Приступаем ко второй. Стартует вторая 15 минутка. Ну и что ж. Давайте в этой 15 минутке выйдем вперед. Эта кровь из носа надо сделать. Потому что состав уже совсем выдыхается. И каждый из вас, наверное, понимает то, что нужно, нужно забивать. Я думаю просто, что серию пенальти мы провалим. У нас нет нормальных пенальтистов. Я признаюсь честно, не прокачивал аспект пенальти игрокам. Эта характеристика точно мной была не прокачена. И вряд ли кто-то имеет талант. Талант пенальтиста. Куба на ближнюю подачу делает. Но, увы, прочитали все. Симанс, перевод на фланг. Здесь Куба открывается. И нужно забивать. Куба! Куба! Вроде прошел сам, но не вышло ничего. Поэтому просто пробьем. Мало ли шара бы залетела. Увы. Какие-то комбинации строить не получается. Просто ничего не выходит. Игроки, видимо, совсем выдохлись. Совсем устали. И сейчас вы не пропустите контратаку. Ну что это такое? Оооо! Ой, ну как? Как? Просто как? Ой. На последней минуте. Я, пожалуй, констатирую же факт, наверное, то, что мы проиграли. Ну, выдохлись игроки. Выдохлись игроки. 120-я минута. Это понятно было, что все. Все. Это конец. Манчестер-Сити выигрывает Кубок Лиги Чемпионов. Но этих ребят из ПСЖ. Еще перспективное будущее впереди. Я уверен, что я оставил в ПСЖ классную молодежь. И я могу уходить как тренер. Я построил, в принципе, молодежку. Но впереди у них очень много. Очень много задач. Впереди у них очень много всего интересного. Но в этом встрече мы били больше, атаковали больше. Но, как всегда, решили все некоторые моменты. Вот так вот. Увы, не получилось взять у меня третий раз Лигу Чемпионов. Но впереди у нас тут кубок. Давайте его сыграем в симуляции. Я раздосадан. Я расстроен, что не удалось на вас поднять кубок над головой. Что, в принципе, в принципе, молодежка не затащила этот кубок. Но о чем я только думал, когда шел играть молодежным составом в финал Лиги Чемпионов. Вот о чем я только думал. Да. Но зато кубок выиграли. Кубок Франции выиграли вторым составом. В принципе, дубль. Дубль у этого состава есть. И это хорошо. Да и в чемпионат мы выиграли. Видите, все сами. 99 очков набрали. Замечательно. Ну и пришло время заканчивать сезон. Пожалуй, друзья, я закончу его и закончу всю перестройку прямо сейчас. Все. Я не буду играть еще один сезон. Я считаю это бессмысленным. Но если вы хотите продолжение этой перестройки, то с вас 3000 лайков. За меньшее я не собираюсь ничего делать. Просто не хочу. Я считаю, что логически эта перестройка закончена. Да, может быть, не как вы хотели, не победы в Лиге Чемпионов. Но логически она закончена. А сейчас взгляните на топ бомбардиров. В Лиге 1, как всегда, лидирует тут Неймар. По голевым пассам Неймар. Тут навешать рядом. И по сухим матчам намос. В общем, все как всегда. Из сезона в сезон БСЖ показывают вот такие результаты. Но в кубке у нас все не очень хорошо вышло. И в топе бомбардиров наших игроков нет. Неймар единственный там на третьей... На четвертой строчке. И все. По голевым пассам Маркинис на третьей. А в Лиге Чемпионов здесь, друзья, лидируют Димбеле. По сухим матчам Эдерсон. В топе бомбардиров Давид. Увы, увы, проиграли финал. Но ничего страшного. Самое главное, что мы построили. Построили молодежь. Построили будущее в ПСЖ. Да и наладили скаутскую сеть. Теперь ПСЖ это не просто мешок. Теперь ПСЖ это клуб с охранительной молодежкой. Ну и плюс еще я классно так прокачал бюджет ПСЖ. 666 миллионов. Именно столько теперь есть в активе ПСЖ. Да плюс еще дополнительно 440 прибудет. Итого можно сказать, что целый миллиард есть у шейхов. На трансферы. Да. Да, в следующем сезоне возможно мы получили бы миллиард на трансферы. Но этого мы никогда уже не узнаем. Потому что нового сезона не будет. Я считаю, что я выполнил задачи перестройки. Хоть и не в этом сезоне мы взяли кубок Лиги Чемпионов. Но взяли в прошлых. Да. Хоть один кубок Лиги Чемпионов у нас есть. Да плюс еще я трэбл брал. Все. Да и построил молодежь. Я считаю, что на четверочку я справился. А как вы считаете, пишите в комментариях. Ну и также предлагайте следующий клуб для перестройки. В общем, друзья, заканчиваем. Заканчиваем эту перестройку. Молодежь себя классно показала. Хоть и не выиграли финал ЛЧ. Но боролись на равных. Боролись на равных с Манчестер Сити. Немного не подфартило. Прямо на последней 120-й минуте пропустили. Да, я расстроен. Но в то же время я рад, что, друзья, эта перестройка подошла к концу. И впереди нас ждет много чего интересного. Впереди нас ждут новые клубы. Ну а с вами был Мэтрик. Всем удачи. До скорых встреч, друзья. Всем пока-пока-пока. В общем, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok